Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осетская, канал о вязании и обо всём, что связано с вязанием. Сегодняшнее моё видео я хочу посвятить планам на вторую половину 2024 года. Ну, во-первых, я хочу показать недовязанные мои процессы. У меня их, в общем, не могу сказать, что очень много, но они есть. И, в общем-то, для меня их хватает. Много носочков недовязанных, так как я участвовала в совместном проекте «Носочная дюжина 2». И мы должны были в течение месяца начать 12 пар носков. Я их начала, но довязала только 4 пары. Вот сейчас мне недовязанное нужно довязать. Что-то я уже довязываю, что-то буду ещё вязать. Покажу не все, покажу только те, которые начаты. И мне хочется довязать. То, что сейчас довязываю, показывать не буду. Покажу только несколько пар, которые вот прям надо обязательно довязать именно в течение года до ноября месяца, до начала декабря. Но ещё у меня будут процессы новые. Это тоже носочки, потому что участвую в совместном проекте «Носочный календарь 2024». До конца года нам надо ещё начать 5 пар носков. Осталось 5 месяцев до конца года. Ещё будет 5 пар носков. Все носки, которые я вяжу, которые я буду начинать вязать, все носки у меня будут вязаться для благотворительности. Итак, первое, что я хочу показать, это носочки для наших ребят. Вот такие вот. Я вяжу спицами троечка из пряжи от «Комтекса». Здесь 300 метров в 100 граммах. 50% шерсть, 50% акрил. И ещё к ней я добавила рассказовский пух «Козий пух». Здесь в 250 граммах 700 метров. 95% козьего пуха и 5% акрила. Вот так вяжутся носочки. Вот таким узорчиком. Простым, но достаточно... Ну, как-то мне хотелось, знаете, носочки, чтобы устала я вязать резинкой 2х2, устала я вязать лицевой гладью. Мне хотелось такой простой узорчик, но чтобы это было что-то такое немножко поинтереснее. Вот я взяла тоже та же самая резинка 2х2, но она меняется лицевые и изнаночные ряды. И получается вот такой вот достаточно неплохой узор. На носочках будет очень неплохо смотреться. Вязать буду, на какой размер, не знаю, на какой получится. 43, 44, 45, на какой получится. Так, маркеры я ставить сейчас не буду, а когда я буду вязать и буду рассказывать, тогда я буду ставить маркеры на них. Еще две пары носочков хочу показать, которые я тоже начала в совместном проекте «Носочная дюжина 2». Это вот такие носочки. Я вяжу их от мыска. Честно говоря, не очень люблю вязать от мыска, но в этом проекте я начала вязать три, по-моему, пара от мыска. И, в общем, не могу сказать, что мне прям вообще не нравится. Ничего, посмотрю, как... Я вообще очень малая, наверное, пар, может быть, ну, несколько всего на все вязала от мыска. Все в основном вяжу сверху. Почему, собственно, я начала эти носки вязать от мыска? Потому что, ну, не знала, сколько хватит. Мне пряжи не хватит. И как-то вот такая у меня была... Такое тревожное было состояние. Вдруг мне не хватит. Хотя эту пряжу я покупала в фикс-прайсе в 200 метрах. Вернее, 200 метров в 80 граммах. Это в 100 граммах 250 метров вполне бы мне хватило на носки. Ну вот, значит, так было нужно связать от мыска. Вот такой узорчик. Он простой, но он очень симпатично. Симпатично смотрится, будет смотреться на ноге, вот в носочках. Такой вот симпатичный узор. Так, как же называлась эта пряжа? Осенний, по-моему, как-то что-то с осенью называлась. Помню, цвет золота. А как называлась пряжа, я не помню. И у меня не сохранилась эта этикеточка. Не знаю, где она. Но в каком-то видео я рассказывала... Я сейчас пытаюсь вспомнить, как она называется. Не помню. Я подпишу, как называется эта пряжа. Здесь, по-моему, 30% шерсти, 70% акрила. По-моему, так. Вяжу спицами 2,5. Ну и вот, в принципе, можно было, конечно, на троечке вязать. 2,5 такой вот плотная-плотная. Ну, будет тепло и, в общем, главное, чтобы было тепло и комфортно в этих носочках. И еще одни носочки я хочу показать. С этими носками получилась вообще ерунда. Ерунда у меня. Это пряжа носочная от пехорки. Цвет темная джинса. И еще в подмод я взяла рассказовский пух тоже кузей. Я набрала тоже от мыска, потому что вот пряжи у меня немного. Мне надо будет добавлять еще пряжу. И, наверное, буду полосатить. Мне хотелось бы заполосатить не ступню, а погаленок. Дело в том, что если я начну вязать погаленок, то не знаешь, какая получится ступня. И я решила вязать от мыска. Стала вязать от мыска, и они получились очень широкие. Я еще спрашивала у девочек, девочки, посоветуйте, что мне делать, распустить или вязать дальше. Но, в общем, я понимала, что я распущу. И, в общем, девочки советовали распустить. Я распустила. И на следующий день у меня Аня пишет, не распускай, у нас есть мужчина, у которого широкие ноги. Мне пришлось... Не, не пришлось мне, а я заново набрала. И вот я набрала, провязала немножко мысочек, а я оставила. Мне надо отвязать вот эти носки. А вязать буду, наверное, размер, не знаю, 43-44. Аня написала, что есть мужчина, у которого широкие ноги, но не написала, какой нужен размер. Но если не подойдет этому мужчине с широкими ногами, то, ну, все равно найдется, кому эти носки передать. Люди найдутся, я надеюсь. Так, еще я вяжу себе платок. Платок вяжу из пряжи. Вообще вот то, что я сейчас буду показывать, несколько процессов, они у меня зависли, и я весь май за них не бралась вообще, вот ни капельки. Все дело в том, что я вязала носки, и в май был такой месяц, когда подводились итоги, когда начинались экзамены. И, честно говоря, времени особо не было, но сейчас закончились экзамены. Правда, еще неделю будет где-то мы будем принимать экзамены. Это уже те, кто получили двойки, либо болели. Вот, но все равно время у меня будет побольше. И поэтому я надеюсь, что я эти процессы, которые начала, не вязала, буду довязывать сейчас. Так, первое это Ализе Ангора Голд Амбре Ботик в 150 граммах 825 метров, цвет 72-30, состав входит 20% шерсти, 80 акрил, и что я из него вяжу? Я вяжу себе платок под шубу, вернее, на шубу, под шубу, не знаю. Может быть, на голову. Я вообще хотела связать такой, не платок, а косынку. Я хотела связать косынку, чтобы, когда идет снег, набросить на голову, так легкий такой. Ну, я себе нарисовала такую картину, просто, не знаю, фантазия разыгралась. Ну, вот вяжу, не знаю, буду носить, не буду носить. Если буду носить хорошо, если не буду носить, пойдет на благотворительность. Связала я вот так вот эту. У меня было связано, но мне не понравилось, как я связала, я распустила, и потом стала вязать заново. Теперь, в общем, все мне нравится. Постирается, будут петелечки, разровняются, и будет все замечательно. Вот такая косыночка вяжется у меня, и я надеюсь, что до конца этого года я ее свяжу. Так, следующий процесс, который я вяжу, я буду так в сторонку класть, это сарафанчик детский. Ну что, мне осталось закончить горловину. Отвязать айкордом, связать шнурок, и все готово. Я встретилась с мамой, показала ей платьица, она мне говорит, нет, надо по длине сделать, будет короткая девочка, я хочу по длине, чтобы она носила в детский садик, чтобы она носила вот сейчас. Девочка пойдет в сентябре в детский садик, и может быть осенью одеть, и может быть одеть на какую-то футболочку, и зимой в садике тепло, и чтобы оно было подлиннее. Я заправила все ниточки, вот убрала, спрятала, хорошо не обрезала. Теперь вот этот нижний ряд я распущу, наберу на спицы, и буду вязать дальше. Вязала из пряжи, вяжу, вязала из пряжи Ализе Коттонболт, ой, извините, Газал, Бэби Волл, так, у меня, по-моему, здесь есть, сейчас я посмотрю, у меня, по-моему, здесь есть этикеточка, если есть, я, нет, нет, ее нет здесь с собой, но цвет я подпишу, я не помню номер цвета, это Газал Бэби Волл. Так, я что-то говорю не то опять. Это Газал Бэби Коттон. Я подпишу цвет и состав, и цвет, состав и метраж. Сколько метров в 50 граммах, не помню, но вот это вот платьице, мне надо будет довязать. Пряжи у меня достаточно, по-моему, еще 4 мотка, так что, хватит, и еще даже станется. Еще один процесс, не законченный, который мне надо довязать, это мой кардиган. Я так положила здесь пряжу, объясню, почему, сейчас я отодвину, это чтобы не мешало. Мне надо довязать, в общем, немножко рукав, но, наверное, сантиметра 3, и вязать уже, он будет фонариком, и таким, достаточно пышным, получается, фонариком, да, вот так вот. И вязать, рукав будет, естественно, тоже рисом, резиночкой рисом. Но у меня вот это все, что осталось пряжи, больше у меня нет. У меня сюда пошло почти, ну вот, моток я извязала, это второй. Значит, на второй рукав, я что я хочу сделать? Я хочу начать второй рукав, я наберу, буду вязать второй рукав, точно так же, как этот. И что у меня пойдет на второй? Потому что больше у меня пряжи нет. Я, нанесу меня, что останется, пущу на низ. И я решила, что я должна была поехать в тот магазин, где я покупала пряжу, правда, пряжу покупала, наверное, ну, два года точно тому назад, а может быть, даже и три. А я думаю, я поеду в тот магазин, посмотрю. Но, честно говоря, как-то этот магазин, очень неудобно идти, и почему-то я подумала, что его вообще там нет. Это просто была лень, потому что там от метро ничего не идет до этого, не едет до этого магазина, идти достаточно было далеко. И я посмотрела на Валбересе, есть эта пряжа, и решила ее купить. Я купила, но она, во-первых, это вот уже новая, смотрите, новая этикеточка, да, вот она, Gazal Baby Wool XL, 50 грамм и 100 метров, цвет 818, так, цвет 818, то же самое, 40% акрил, 20% ПА, сейчас, ой, что-то у меня это, кашемир ПА, и 40% мериносовая шерсть. Но, вот этот цвет, он отдает зеленью, видите, а этот просто серый. И вот, когда прикладываешь, так, вроде бы, то же самое, но, когда прикладываешь, естественно, цвет немножко разный. Поэтому, я решила, что я этот рукав не буду вязать, я довяжу этот рукав до этого уровня, а дальше, я буду их соединять, полосатить, вот эти две пряжи, потому что, на низ, мне не хватает, и мне придется не связать, вот из этой пряжи, будет отличаться, и будет очень, очень некрасиво. И буду вот, полосатить низ, вот этой пряжей, прям вот видно, что они разные. Ну, надо выходить из положения. Я заказала на Валбересе два моточка, вот таких вот, мне пришло. Теперь буду вязать, буду думать, как мне вязать, и что мне делать. Вяжу спицами 3,75, наверное, надо было взять, как минимум, четверку, и, может быть, даже больше, и мне бы все хватило. Но, но вот я не взяла, как минимум, четверку, и у меня, мне не хватает. Ну, надеюсь, что, я чуть-чуть заполосачу, и будет, не будет особо сильно бросаться в глаза, и будет, хорошо смотреться. так, я теперь вот это все уберу в сторонку, потому что сейчас буду показывать ту пряжу, из которой я хочу вязать. Это новая пряжа, что я буду вязать. Ну, вначале хочу показать, что я вязала, давно не вязала малышам, торопышкам, и мне очень захотелось повязать, мне я в совместном проекте носочные дюжины 2, вязала носочки для торопышек, вот такие. У меня есть такая пряжа, еще немножко, и я хочу связать сюда шапочку, если останется пряжа, а здесь, это, так, перина бленд ДК, здесь в 50 граммах, 100 метров, шапочку, и если останется, еще хватит на две шапочки, две пары, на пару носочков, будет замечательно. Это вот первое для торопышек. Еще вязала вот такой, вот такой носочек, этой пряжи у меня три моточка, и вот такой вот остаточек. Буду вязать шапочку техники Хеликс вот с этой пряжи, и пледик. Я думаю, что все у меня здесь получится, ниточек хватит, достаточно их много. Так, это для торопышек. Дальше детские изделия. Из пряжи Ализе Бэби Ву, цвет 41, вот такой очень красивый салатовый цвет. Значит, здесь 40% шерсть, 20% бамбук и 40% акрил. Я начала вязать детскую жакеточку. Я вязала жакеточку из белой пряжи, и решила еще, вот у меня 4 моточка, думаю, свяжу еще одну жакеточку. Но почему-то я стала вязать такой же размер, как и белую. Думаю, вот для чего вязать два одинаковых размера. Там связано не очень много. По-моему, до линии реглана, до линии, да, начала реглана, нет, по-моему, до подрезов связано, или меньше. Но вот что-то не очень много. Я хочу распустить и связать такую кофточку побольше и немножко другую. Ту кофточку, которую я вязала, беленькую, там узор шел по низу кофточки и по низу рукава. А здесь я хочу, наверное, все передние, обе передние полочки сделать с узором. Такой совсем простой, простой. Там я брала из книги 250 японских узоров от Хитоми Шида. А здесь я хочу, ну, просто совсем простой какой-то узорчик. Но это я так думаю. А как у меня будет получаться, я буду обязательно показывать. Следующий у меня да, у меня 4 маточка такой пряжи, я сказала. Вот такая пряжа. Это Газал Бэби Вул 50 граммов, 175 процентов, ой, 175 метров. Тот же самый состав 40 процентов акрил, 20 кашемер па и 40 процентов мериносовая шерсть. Номер цвета 820 и рекомендует производитель вязать спицами троечка. У меня таких 10 маточков и я хочу связать детское платье. называется платьице зефирка. Я второй раз в жизни купила мастер-класс. Платьице простое, но я увидела это платье, мне оно так понравилось. я решила купить мастер-класс и связать платьице. Как у меня будет получаться, я буду обязательно показывать. Сюда мне еще надо добавить белый немножечко пряжи, либо я куплю моточек белой пряжи, потому что там идет по низу юбочки белая пряжа, белый цвет, белая полосочка, полосочка наверное сантиметра полтора два и завязочки белые. Ну посмотрю как. Может быть у меня какая-то есть пряжа дома, из которой можно это связать. Так, дальше. Я участвовала в этом году в начале года в совместном проекте 4 сыночка и лапочка дочка, которая организовала Юля, канал называется Давай Свяжем. Вязала там жилеточку детскую, которую заканчивала, а начинала я тоже в Юлином проекте, который назывался Подарок Ангелу. Я вязала несколько таких жилеточек и вот одну я не закончила, я отправила посылку, она у меня зависла и в этом году, когда начался проект этот, я решила ее довязать. Жилеточка понравилась девочкам, они попросили мастер-класс. Я пообещала сделать, но увы, времени у меня совершенно не было. и я решила сейчас, так как сейчас будет у меня немножко времени свободно, вот два дня в неделю точно я буду свободна, и я решила сделать мастер-класс. И вязать эти жилеточки, если будет такая возможность, ну, планов у меня громадье, как обычно, но на сколько времени хватит, не знаю, но жилеточку буду вязать. У меня таких, по-моему, пять моточков, вот точно такой есть цвет светлая джинса, есть брусника и есть белый цвет. Это пряжа Кроха от Троицка, Троицкой фабрики. Здесь я покупала в Фикс Прайсе, поэтому немножко другая. А, нет, смотрите, в 50 грамм и 135 метров. Но странное в Фикс Прайсе покупала эту пряжу. Обычно у них мотки, по-моему, по 40 грамм. 20% мериносовой шерсти, 80% акрил. Так, вот такая пряжа, это будет жилеточка. И еще у меня один детский процесс будет, это будет шапочка для девочки. Я не знаю, буду одну такую шапочку вязать, или две шапочки. Я приготовила вот такую пряжу, но я не показывала ни одной маме, потому что обычно я вяжу, если для девочки, я вяжу для двух девочек. Вчера я видела маму одной девочки, и с собой не взяла пряжу, но она, в общем, любит все, что я вяжу, она с удовольствием берет все для девочки. Но у нее очень крупная девочка, ей будет два года в июле. Вот я не помню, то ли 17 июля, то ли 7 июля. Она у нее весит 17 килограмм. Представляете, такой бутуз крупненький. вот и вот такой пряжи я приготовила. Это Vita бриллиант цвет 49,97 40 процентов шерсть ластер и 55 процентов акрил. В 100 граммах 380 метров. Спицы 2,5 3. Такая достаточно тоненькая ниточка, но я думаю в две нитки будет хорошо. И что я буду вязать? Я буду вязать шапку детскую шапку шанку. Я не знаю, надо второй маме показать. Если ей цвет понравится, значит буду вязать две шапки из этой пряжи. Если цвет не понравится, значит какой-то другой цвет возьму, какую-то другую пряжу возьму, но в зависимости того, какой мама захочет цвет. Так, что еще я хотела сказать по этому поводу. Шапка будет на подкладе. Буду вязать из пряжи. Забыла, как пряжа называется. Вот. Ализе софте называется пряжа. Так. Это детская. Детская закончилась. Теперь то, что касается меня, любимые. я буду доставать моточки, я не буду всю упаковку выкладывать, буду доставать упаковку моточки и рассказывать, что я буду вязать. Вот таких у меня несколько моточков, и я хочу связать себе джемперок. У меня был такой джемпер, но я его порезала, потому что ребенка застрял в узоре ушко, и она сильно дергала ушком, и никак я не могла освободить ушко, вернее, не ушко, а сережку. Прокололи девочки ушки, пусеты надели, и вот застряла она в узоре, и я взяла, отрезала кусок, и у меня просто дырка, и я это никак не могу починить. Мне девочки говорят, может, как-то это можно починить, не знаю, я даже не думала, как это починить. Джемпер валяется у меня, но, наверное, как-то его зашью, соединю эти петли и заберу на дачу. А вот из этой пряжи я хочу связать себе новый джемпер. Идет это ленивый реглан, и по реглану идет такая широкая полоса, узором идет, ну, красивый узор, и вязала я тоже из этой же пряжи, а цвет у меня был немножко светлее, он был немножко, а значительно светлее, сиреневый цвет. Это пряжа Alize Cotton Gold, цвет 444-й, 100 грамм их 330 метров, и здесь 55% хлопок и 45% акрил. Вот такая пряжа. А, я не сказала, что производитель рекомендует вязать спицами. какой номер, вот, какой это номер, это 3,5-5. Не знаю, какими спицами я буду вязать, надо будет пересмотреть то видео, там я рассказывала, вязала я тот свитер достаточно давно, наверное, года 3 тому назад, Света, вязальная фея, у неё был проект, который назывался «Решиться и связать». Мы вязали, надо было взять новую пряжу, новые спицы, которые ты не знаешь, какой-то новый узор, какой-то новое изделие, допустим, я не вязала никогда жакетки, вот я хочу связать жакетки. Я тогда никогда не вязала ленивый реглан, я решила попробовать в этом проекте, и вот мне очень нравится этот джемпирог, я его хочу повторить. Дальше хочу показать ещё одну пряжу, из которой мне тоже очень хочется связать, и хочу связать такой джемпирог полом, вот такая пряжа, на к кота нордик, так, цвет, цвет, 82,671, 100 граммах 325 метров, и рекомендует производитель спицы 3,3,5, так, а состав, а состав здесь 60% хлопок и 40% акрил, премиум акрил, никогда я не вязала из этой пряжи, вообще, честно говоря, эту пряжу вижу впервые, мне её подарила Света вязальная фея и Люда Моисеева, жизнь только начинается, канал Люды на день рождения, по-моему, в прошлом году, и вот второй год хочу из неё связать джемпир пола, рубашку пола, ну вот, вот пола, не знаю, что у меня получится, как получится, но буду стараться, буду из неё вязать, и пряжа мягкая, вот мне кажется, вот эта пряжа Ализе, она немножко жёстче, а эта пряжа прям мягкая, мягкая, очень, я уже раскручивала её, смотрела, знаете, секции такие достаточно длинные, и что-то мне Света говорила по поводу этой пряжи, а что она говорила, я не помню, вот такая длинная серая секция, которая переходит светло-серую, вот видите, прям видно, что она светлее становится, и такие длинные, смотрите, какая длинная секция, и переходит, вот она здесь светлеет, светлеет, и переходит такой вот белый, немножечко серо-зелёный, по-моему, какой-то такой вот оттенок, но интересная пряжа, интересно, что будет получаться, надо связать образец, сейчас я вот это закручу, чтобы она не выскакивала, не болталась, надо было, свяжу образец, посмотрю, что получается, и потом начну себе вязать обязательно, очень хочу полосы вязать, что-то Света мне говорила по этому поводу, надо будет посмотреть, полистать наше общение в ватсапе, и послушать ещё, что она мне говорила, но если я не найду, значит, звонимся со Светой, да, кстати, мы скоро увидимся со Светой, и не только со Светой, в этом году будет встреча 19 июля в Самаре, встреча наших вязальщиц, блогеров, она состоится в третий раз, я в ней буду участвовать второй раз, первый раз она была в Санкт-Петербурге, но так у меня случилось, что я узнала буквально, девочки уже приезжали, а мне сказали, почему-то поздно я узнала, а у меня уже были планы на время это, и я, к сожалению, не поехала, мне девочки писали, говорили, что тебе сеть на 4 часа, и ты здесь, ну да, но вот я не могла отменить планы, а в прошлом году мы встречались в Нижнем Новгороде у Оли, канал называется Лёля-рукодельница, она нас принимала, была замечательная встреча, я с девочками общаюсь очень давно, и мы общаемся и в общем чате, и в личных чатах, в личном общении, но конечно то, что мы пообщались вот так, вот встретились, это было столько эмоций, это было столько радости, это было так приятно, это было так хорошо, так тепло, в общем, такой заряд был замечательный, и вот я очень-очень жду, когда у нас будет встреча в этом году в Самаре, будет организовать встречу с Ириной Полевода и Светой, канал Светы связан с Пиццами Светлана, две замечательные девочки, я их очень люблю, и вот с нетерпением жду эту встречу, просто с огромным нетерпением, вот, и если вдруг я до этого времени не начну, а я думаю, что я не начну, вот просто принципиально не начну, чтобы узнать у Светы, что же она мне говорила по этому поводу, вот, по этой пряже, не помню, что-то она говорила, но ладно, это потом, следующие моточки, хочу показать, эти моточки мне подарили в этом году в... в... так, да, в этом году было пять лет совместному проекту, который назывался ликвидация, и у нас был такой обмен подарками, мне прислала этот подарок Светлана из Санкт-Петербурга, у нее нет канала, но у нее она в... 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 мне очень она нравится. Так, состав 57% хлопок, 40% акрил и 3% полиэстер. Вот такая красивая пряжа, очень красивые вот эти вкрапления, они мне так нравятся, просто безумно. Так, цвет... цвет... цвет 67% и в 100 граммах 330 метров. Производитель рекомендует вязать спицами 3-3,5 и что это будет? Это будет какой-то джемпюрок, который я могу носить весной, нет, осенью, зимой, весной. Вот в этих джемпюрок, в изделиях из полухлопка, несмотря на то, что зимы у нас, в общем-то, стали достаточно холодными, мне совершенно не холодно. Во-первых, я как-то не особо мерзну. И под пальто, и под шубу, и на работе тепло, и дома тепло. Вот очень комфортно носить из полухлопка джемпера, поэтому я хочу их себе побольше связать. Но пока вот я выбрала три, и этого уже, я считаю, немало. Но я думаю, что до конца года я еще что-то начну. Какой это будет джемпер, я не знаю, может быть, это просто будет гладкий, может быть, это будет с каким-то узором, я не знаю, но я решила, что, когда я начну вязать, я буду продумывать еще, и что из этого связать, и как, пока вообще ни одной мысли нет. просто хочу связать джемпер. Вообще, я хотела сначала из этой пряжи связать, а может быть, я так и сделаю, из этой пряжи связать я хотела джемпер вот ленивым регланом. Может быть, и надо так связать? Не знаю, я подумаю. Просто вот я решила из Cotton Gold вязать, потому что тот у меня был связан из Cotton Gold, и он был цвет светлее, конечно, сиреневый, светлее, поэтому я решила из этого связать такой же свиток, а из этого буду думать, что. Еще хочу показать одну пряжу очень интересную мне в этом году Ира Полевода прислала на день рождения эту пряжу. Я ее не знаю вообще, но я посмотрела видео, видео немного на ютубе по этой пряжи. пряжи. Это Yernard Symphony Dream. Здесь состав входит 80% хлопок и 20% вискоза в 100 граммах в 250 метров. Вот эта блестящая ниточка, вот смотрите, эта вискоза вообще цвет потрясающая. Ира знает, что я очень люблю вот этот цвет розовый, сиреневый, это прям мое-мое. И вот такую замечательную пряжу мне прислала. Помимо этой пряжи еще она мне прислала спица номер 4. Сразу прям бери и вяжи. Это цвет номер 31-13 и рекомендуют спицы по-моему четверку. Да, потому что Ира мне прислала номер 4. Из четырех моточков получаются джемпер. Я посмотрела, что говорят по этой пряже. Разное говорят, но пряжа в общем-то всем нравится, в целом нравятся, разное говорят. Я посмотрела образцы, которые вяжут из этой пряжи. Есть несколько, но совсем очень мало этой пряжи девочки расскажут. Я в всем случае нашла по-моему 4 или 5 видео. Одно видео она просто вязала образцы, одно видео было лицевой гладью связан джемпер, а в одном видео лицевой гладью джемпер, а вот там, где попадаются вискозные вот эти вот полосочки, был вот эти вискозы была связана изнаночными петлями, но мне понравилось, мне понравились образцы, которые вязала девушка, и мне понравился один очень образец, она туда добавила мохер, тоненькую ниточку мохера, и это вот совершенно по-другому смотрелось, это так было, мне это так понравилось, и я вот задумалась, может быть мне добавить сюда мохера, ниточку тоненькую, вот смотрите, вот это вот вискоза, вот идет шнурок, это шнурок, идет хлопковый, и переходит в вискозный шнурок, единственное, что девочки говорят, да, вискозный шнурок тоньше, чем шнурок хлопковый, и еще говорили, что вискозный шнурок очень цепляется, вот видите, насколько он тоньше, прям видно, что он тоньше, и он цепляется, цепляется уже в изделии, цепляется за все, ну вот с махеровой ниточкой мне очень понравился, я сейчас думаю, какую махеровую ниточку сюда подобрать по цвету, чтобы оно было интересно, я вот думаю, либо, наверное, сереньевую взять, либо серую, но не знаю, вот я пока думаю, я хочу взять махеровую ниточку, попробовать, если мне понравится, то соединить с махеровой ниточкой, и вот вязать именно с махеровой ниточкой, у меня прям вот этот образец остался в глазах, вообще очень понравился, вот такая пряжа замечательная, одна девушка вязала на тройке, и она говорит, что я жалею, что я стал вязать на тройке, надо было вязать вообще на двойке с половиной, хотя рекомендует производитель номер четыре, но опять же надо пробовать вязать образец, и смотреть, что у меня получится, как мне понравится, вот такая вот замечательная пряжа, ну просто очень красивая, ну очень мне нравится, так, еще один, хочу показать один несостоявшийся процесс, ой, сейчас, тут у меня, в общем, вот такое вот, вот такая пряжа у меня есть, по-моему ее у меня по-моему у меня ее четыре моточка или пять, не знаю сколько моточков, честно говоря, потому что я начала так раз, два, три, четыре, наверное, я начала вязать себе жилетку или джемпер, я не знаю, что я начала себе вязать, начала на новогодних праздниках и решила вязать себе отдельно снизу вверх, спинку отдельно, передние полочки отдельно, если это джемпер, свитер, джемпер, жакет, кардиган, не знаю, что это, рукава отдельно, но связав до подрезов, я поняла, что я больше не хочу вязать, мне не нравится это вот отдельное вязание, я оставила, стала распускать, но правда еще не все распустила, вот у меня еще вот такой кусочек не распущен, вот такой вот, вот, его надо распустить и тоже себе связать, но цвет посмотрите, обалденный, вот такого цвета у меня был джемперок ленивым регланом, вот, цвет очень красивый, прям мой-мой-мой, люблю такой цвет, хотя сейчас стала носить и серое, и бежевое, ну вот, честно говоря, к этому меня сподвигает дочь, когда я одеваю, говорю, это не мой цвет, что значит не твой цвет, тебе хорошо, в этом иди, не разговаривай, вообще глупости не говори, ну вот, стала носить такой, так, не буду отвлекаться больше, это пряжа Семеновская, Светлана, 100 граммах 250 метров, 50 процентов, шерсть, 50 акрил, это пряжа тоже мне в подарок, была прислана Аллой, моя подруга вязальной, Алла живет в Мурманске, летом в Евпатории, правда, в этом году она в Мурманске осталась, никак не получается нам созвониться, она была у меня дважды проездом из Мурманска, ехала в Евпаторию, когда она приезжала первый раз за прошлом году, она мне привезла вот эту пряжу, я никак не возьмусь ее связать и довязать, так, значит, что здесь у нас, я сказала, что 50 процентов, 650 акрил, производитель рекомендует вязать спицами и крючком тройкой, так, в 100 граммах 250 метров и пряжа называется АСМИ, так, нет, я хотела сказать цвет, светлая сирень, цвет, светлая сирень, вот такая пряжа, я хочу из нее вязать, ну, посмотрите, как много у меня всего задумано, на самом деле, это не все, что у меня задумано, у меня задумки еще больше, но, не знаю, успели ли я все связать, конечно, очень хочется, буду стараться, поэтому, я на этом закончу видео и пойду вязать, и если у меня будет заканчиваться, по мере того, как у меня будут заканчиваться процессы, и я буду видеть, что это у меня все связывается, я обязательно буду подключаться, нет, я обязательно подключусь и сделаю еще, расскажу еще о других планах, и покажу еще много интересной пряжи, и свои задумки, но мне очень хочется, чтобы у меня все получилось, я на это очень-очень надеюсь, так, на этом все, на моих планах, на моих задумках, буду пробовать, буду показывать, но вы мне посоветуйте, с чего начать, мне надо закончить то, что у меня закончено, вообще, как мои планы, как вы думаете, осуществятся они или нет, свяжу я вот это все до конца года или нет, надеюсь, свяжу, единственное, я хочу сказать, что на будущий год у меня, я имею ввиду учебный год, у меня будет поменьше нагрузка, и у меня, наверное, чуть-чуть будет побольше свободного времени, я не могу сказать, что много, но чуть-чуть будет его поменьше, ой, побольше, чуть-чуть, я надеюсь, что мне все удастся связать, еще забыла сказать о том, что если кто-то из желающих найдется, присоединится к нам на нашу встречу, из тех, кто смотрит мой канал, девочек, и кто не знает, что будет такая встреча, пройдите к Ире Полевода на канал и посмотрите, она рассказывает о встрече, она приглашает всех, кто захочет приехать и принять участие в нашей встрече, это действительно просто потрясающе, мы все с нетерпением ждем 19 июля, чтобы встретиться, увидеться опять, опять получить такой заряд энергию, энергетику, энергетику, вообще добра, дружбы, ну вот, самого-самого хорошего. А в этом году к нам присоединяется еще Света, визуальная фея, мы с ней встретимся, и я очень давно собираемся с ней встретиться, уже 3 года, по-моему, тому назад мы собирались встретиться, и так вот у нас не получилось, но я надеюсь, что в этом году у нас все-все-все обязательно получится, поэтому, если кто-то захочет из моих зрителей присоединиться к нам, пройдите к Ире Полевода на канал, канал у нее на ютубе, и послушайте, просто посмотрите это видео, послушайте, а я обязательно оставлю ссылочку на это видео, чтобы не искать его, не копошиться, а прям зайти по ссылочке и послушать, что рассказывает Ира. Ну и на этом все, желаю вам всего самого хорошего, чтобы обязательно планы все сбывались, все хотелочки воплощались в жизнь, желаю всем добра, здоровья, мира, благополучия, и до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok